Первый пункт визита губернатора – село Жерновец, где находится учетно-заградительный пункт. Здесь водителям проверяют температуру. Если она в норме, то можно ехать дальше. Если не в норме, то разворачивают обратно. Всего за два месяца работы этого поста выявили 15 водителей с повышенной температурой. День и ночь на передовой дежурят сотрудники ДПС и медики. Их бросили на коронавирусный фронт из Тростнянского и соседнего Крамского районов. В холод и дождь они стоят на страже областной столицы и не впускают в регион автомобилистов даже с малейшими признаками ОРВИ. У нас в месяц получается по 4-5 дежурств. Каждая смена 12 часов. С 9 утра до 9 вечера. Потом смена с 9 вечера до 9 утра. Следующий пункт визита губернатора – районный центр. О нормальной дороге на улице Резника жители Тростны мечтали с середины прошлого века. Здесь была просто катастрофичная ситуация. Мост находился в аварийном состоянии. И по воспоминаниям старожилов наших, кто уже много лет живет, где-то в 1953-1954 он строился. Теперь здесь ремонт полным ходом. Заменили водопропускную трубу, а через неделю на участке в 2,5 километра будет новый асфальт, уверяет и глава района. Сейчас вот здесь проведут планировочные работы земляные. Потом устроится здесь ограждение. Отдельно будет тротуарная дорожка для пижакода и асфальтирование. Ну, наверное, в течение недели. В завершении рабочей поездки губернатор ознакомился с ходом посевной кампании. Даже несмотря на коронавирус, она ни на минуту не останавливается на Орловщине. Все наши аграрии закупили семена вовремя, закупили горючие смазочные материалы и технику обновили существенно. И, по сути, влияние даже сбои экономики в связи с коронавирусом никоим образом не оказало влияния на наш агропромышленный комплекс. Поэтому мы надеемся при хорошей погоде этим летом на достойный результат не меньше прошлого года. И Орловщина по-прежнему должна сохранить свой статус жительницы центрального федерального округа. Мы будем к этому стремиться.